Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Продолжение следует... Думаю, что не очень нужно нам с вами на них останавливаться долго, потому что вы знаете. Второй пункт. Мадрих — это одна из его задач. Помните, мы говорили, что Мадрих должен знать свою роль, так вот это то обязательство, которое он принимает на себя. И он знает о нем, что это его служение. Поэтому если его лидер будет спрашивать у него, как ты ходатайствуешь о своем подопечном, это честный вопрос, предсказуемый вопрос и ожидаемый вопрос. Это нормально, что об этом могут спросить. Он ходатайствует перед Богом, то есть он покрывает его личной молитвой. И тоже здесь нужно стимулировать, помогать, быть в стимуле, в мотивации Мадрихов, чтобы они не забывали этого делать. Следующая роль Мадриха есть, следующий слайд. Мадрих показывает пример, к этому, по-моему, мы уже третий раз возвращаемся за эти несколько дней. Нам необходима модель всем, которой бы мы подражали. Как известно, дети делают не то, чем их учат, а то, что им показывают. Вот и все, это просто. Я однажды, когда тренировала одного лидера, обнаружила, что он очень такой здоровский учитель, систематик. Вот он очень классно темы излагал. Действительно, дар у человека есть хороший. Я начала обращать внимание на анализ работы той домашней группы. И там была одна слабая сторона, такая слабая часть их служения. У них не было поклонения и не было молитв. То есть они молились очень, ну там, первый пункт, второй, третий, аминь. Но в начале развития домашней группы это нормально. Но когда там одни уже старики духовные и все время так молятся, до 10 минут потолок. Это их мега уровень был. То, конечно же, это сигнал, на который стоит обращать внимание. Я начала расспрашивать. Но вначале выглядело все так, что просто они все там такие собрались, сухие математики. И никто не может там долго молиться. Но я посмотрела на состав домашней группы ничего подобного. Там люди, которые в прославлении участвуют. Ничего подобного. И я стала наблюдать. И увидела такую вещь, что из-за того, что у лидера домашней группы дар учителя, помнишь, я говорила, слабые и сильные стороны, он в этом хорошо справлялся. Вся остальная часть, которая касается, ну вот, местицизма, никто же не обидится на это слово, мистицизма, там, или сверхъестественной части, да, там, отношений с Богом, присутствие Божьего в помазании. Здесь очень сильно все хромало. И они привыкли в том, что лидер, он никогда не демонстрирует этой части. Они никогда не видели от него, чтобы он это делал. Дошло все до того, что у них нормально было всегда молиться сидя, никогда не вставая. И можно было вообще не молиться, просто сидеть. Вот кто-то молится, кто-то там качает на общих молитвах. А этот лидер сидит, вот он так размышляет всегда. Он во время молитв всегда любил размышлять почему-то. И я поняла, что, ну, свободно, то, что он ведет себя свободно, как ему хочется, это, с одной стороны, классно, что такая атмосфера, да, что мы что хотим, то и делаем. С другой стороны, я имела общение с ним, и я сказала, ты, как минимум, если встал пастор молиться, должен встать. Раз. Ты показываешь пример всему своему стаду, вообще, как можно вообще начихать на элементарную этику. Ты демонстрируешь это. Ты сидишь вальяжно, засыпаешь, а так громко зеваешь. Это что, мои молитвы вводят тебя в такой глубокий сон? Ну, ты пока, ты людям демонстрируешь. Я не осуждаю тебя за то, что ты не выспался. Я не осуждаю тебя за то, что у тебя, возможно, ноги болят. Но ты не можешь себе это позволить, как лидер, когда с тобой твоя паства. Вот. И ряд таких вещей мы проговорили, и он исправился. То есть это его какая-то слабая часть была, слабая его сторона характера, и он за этим не наблюдал, и его время вот этим моментом не наставили. И потом получилось, что вся квутца, которая идёт за ним, она точно так же себя ведёт абсолютно. Поэтому есть вещи, которые мы в себе дисциплинируем и понимаем, что мы себе не можем позволять при наших подопечных делать те вещи, которые бы мы не хотели, чтобы делали они. Всё, вот так. За этим надо следить. Не хочешь, чтобы твой подопечный в мобилке игрался, сидел в фейсбуке на собрании? Не делай это сам. Очень просто. И оно начинает нас обязывать. Может, если бы за нами не наблюдали, мы бы это делали. Но теперь мы же так, опа, у нас есть человечек, который за нами всё будет повторять. Уже мы, да, стимул появляется по-другому относиться ко всему. Ещё один следующий слайд. А заниматься по писанию со своим подопечным неплохо, чтобы он до этого сам открыл Библию и хотя бы сам разочек просмотрел в эти места, правда? Ну, то есть, когда он учит, он должен иметь чем учить. И последнее, не последнее, пятое, следующий слайд. Очень важно. Мадрих задаёт темп. Я хочу сказать, что только Мадрих и только он следит за чистотой или влияет на чистоту встреч и интенсивность обучения. Вот мой пример, я уже повторяю третий раз, про чаепитие на протяжении нескольких месяцев. Это не из фантазии мои примеры, это реальные вещи, которые происходят. Что, ну вот, мы в этот раз попили чай, потому что была такая атмосфера. Вот в следующий раз мы попили чай, потому что там, потому что вот такое настроение было у подопечного, потом у него умерла кошечка, потом у него потоп. И вот всё время есть какая-то причина, почему же мы духовно не разбирали там, ну, допустим, на Писании. Темп задаёт Мадрих. Ни кошечка, ни потоп, ни настроение подопечного. Вы, лидер в этих взаимоотношениях, вы задаёте темп. Не он вам рассказывает или влияет, как это должно происходить, вы влияете, как это должно и как, ну, в каких темпах это должно происходить. И шестой, последний, последняя задача Мадриха. Хорошо, что эти темы пересекаются и повторяются. Мы уже об этом говорили. Мадрих осуществляет связь между своим подопечным и другой частью общины. Это его роль, это то, чего мы от него ожидаем, от его служения. Мы хотим, что человек, которого ему доверил Господь Бог, станет частью общины, и он в этом постарается. Постарается, чтобы это действительно произошло. Поэтому на Мадриха возлагаются этические нормы, возлагаются этические ожидания от него. Например, он не должен сплетничать. Он не должен, этот человек не должен нехорошо говорить о других членах общины со своим подопечным. Правда, да? Ну, это вообще не... О, вообще я даже не беру эту тему. Тут как минимум здесь это, ну, особенно, как бы вы чай не пили, какими бы друзьями не стали, и, как вам кажется, такие у вас доверительные отношения, Мадрих всегда должен помнить, что он ведёт духовного ребёнка. Это духовный ребёнок. Ты, в общем, думай, о чём говоришь с человеком. Потому что ты его собираешься ввести общину, и он пока что её видит твоими глазами. Вот, 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 что я хочу сказать. В этом плане, наверное, для вас ничего нового. Сейчас я хочу сделать небольшой такой... Зарядку, в общем, небольшую хочу. Давайте попытаемся по парам. Проговорите друг другу. Пригласите друг друга в наставничество. По очереди. Но вначале не хочу вас топотан бросать. В своих конспектах запишите 3-4 предложения. Больше 4-х, наверное, не стоит. Придумайте свою речь. 3-4 предложения, с которыми вы подойдёте к... Или пункта, скажем так. С которыми вы подойдёте к вашему новому знакомому и предложите ему наставничество. Что вы ему скажете? Я показывала это на примере с Натальей. Как вы это сделаете? С чего вы начнёте? Подразумеваете, что мы не два знакомые? Ну давай я смоделирую ситуацию. Ты знакома с человеком, но это не человек, которого ты привела в общину. Ну, да, может вы в домашке где-то пересеклись, может вы на дне рождения у вашего члена общины, члена домашней группы пересеклись. То есть твой лидер или там кто-то сделал внюху, пригласил тебя и свою неверующую подругу или соседку. И вот ты хочешь ей предложить наставничество. Либо ты видел этого человека, он обратился в церкви, молитву покаяния где-то там сказал. Ну, вы не очень хорошо знакомы. Вот так. А вот это очень нужно нам. Это нам очень нужно. ДАЛАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНТРАНЫ. ВОВРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, 90% личное наставничество. Отсюда вырастают лидеры. Продолжение следует... Не выходит. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот-вот-вот... Продолжение следует... 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 Друзья, кто может продемонстрировать ваш дуэт Друзья, кто может продемонстрировать ваш дуэт? 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Хорошо Скажите, если бы начать разговор с того, что вы могли бы искренне сделать комплимент человеку, только честный Вот я хочу быть твоим наставником, да, вот я хочу, я не говорю, что я тебе нужен, что тебе это крайне необходимо, чтобы я был твоим наставником, а я твоим хочу быть наставником Я, например, я тебе заметила, что-то в тебе... А какой ответ был? Меня трудно заметил... Это я так пыталась однажды познакомиться с одним... Какой-то концерт был, и очень много пришло людей, еще много евреев было, я к одному подхожу, говорю, здравствуйте, говорю, как меня зовут ты, на вас как зовут? Он говорит, меня никак не зовут, я сам прихожу, и все, и весь разговор закончился, неожиданно, это полный, да, да, хорошо, ну что-то вы увидели, а тренироваться нам еще нужно Я хочу вам обзор, ну, наверное, я по теории не буду больше сегодня продолжать Я хочу обзор литературы сделать, которой пользуемся мы Конечно же, в природе ее гораздо больше, вот, ну все не осилить Я вам уже это показывала, я вам, наверное, буду пускать, наверное, ее нужно переиздать более уже современной и такой, более современной просто Ну, тогда, когда мы их делали, как говорится, что могли, то могли Все, о чем, почти все, о чем я вам рассказываю, ну вот именно по служению Мадрих Не первых два дня, когда мы начали работать с презентацией, все это вы можете прочесть вот в этой книге Автор Книга Мадрих создана служителями мессианской общины Беттимха по модели книгера Альфа Нейбора Путеводитель духовного наставника То есть, если вы хотите взять ее в оригинальном церковном жанре, вы должны поискать книжечку, которая называется Путеводитель духовного наставника Это вот так она выглядит, можете посмотреть Существует еще, существует у нас она не в напечатанном варианте Мы идем исключительно, файлы распечатываем по мере необходимости, по мере встреч Основы духовного роста есть книга Есть еще одно пособие Есть вот это, я хочу вам прочитать, что здесь написано Можно вот, вот эта старенькая, вот такая она у меня уже, потому что Спасибо У меня в одном или двух экземплярах где-то она гуляет по рукам, она у меня была Эти книги сейчас не печатаются Я могу вам показать, наверное, если хотите ко мне подойти, потому что я не знаю, как это показать Сейчас, сейчас, сейчас я найду эту схему, секунду, секунду Нельзя сразу вам говорю, пусть на меня обижаются, не обижаются Нельзя нам использовать так, как есть вся эта схема и вся эта структура Могу показать, почему Вот твоя Библия за год, о которой ты говоришь и все книги Есть у меня вот такое интересное пособие, где оригинальные книги и их описание, фотографии, где их можно использовать И здесь есть такая схема, вот эта, видите Как и через какие пособия и через какую литературу должны верующего провести за год Я бы не выдержала такой нагрузки И по месяцам и неделям оно ни в какую математику не пишется Как можно человека за год провести через все эти книги и тренинги Я считала долго, у меня не получилось Вроде физико-математическом классе училась, у меня дебет с кредитом не сошелся Это называется годовой путь снаряжения на год Когда человек берет второго человека и проводится с ним по этим станциям Вот, например, одно из пособий, разбито на три части Раз, два, три Это такое специальное пособие, с которым человек проходит тренинги по евангелизму Но на них должно уйти месяцы И на вот это месяцы, вот это, очень много недель Ну, в общем, если все это сложить, никак не выходит Плюс ретриты выездные, праздники И еще к этому добавляется вот эта Библия за год Так это лучше в духовную семинарию поступить, легче будет Ну, это нереально При том, что должны это сделать дилетанты, необразованные люди Ну, в плане как учителя духовные Они вот их научили, теперь они должны научить Я даже боюсь... Да, это вот книги Ральфа Нейбора или его структура Я хочу вам сказать, знаете, когда выливаете воду, не вылейте ребенка Если эта структура кому-то не нравится или имя кому-то не нравится Это не значит, что здесь записана ерунда Вот, правда, я вот прочитаю уже, вы, допустим, знаете это Смотрите, отрывок прочитаю, например Характеристика лидера, то есть лидера группы домашней Личные качества Вашим ориентиром является первое послание к Тимофею Рассматривайте это время как один из самых важных периодов в вашей жизни И запомните, успех определяется не вашими личными способностями А тем, насколько вы полагаетесь на Святого Духа Это призыв к стажеру, который в дальнейшем возьмет и станет лидером домашней группы Слушайте, в течение этих недель, каких недель? Стажировки Благодаря темам в этом пособии Старший лидер берет стажера и стажирует его На протяжении этих недель вы будете испытаны вашим лидером Или там районным служителем, или там районным пастором, ну там старший лидер Они сделают это осторожно и с любовью Такое испытание может включать в себя любые из следующих заданий Внимание! А. Вам могут поручить провести рано утром занятия по изучению Библии с потенциальными стажерами Б. Вас могут попросить составить бюджет ваших личных финансов на определенный период В. Я помните, я говорила о людях, которые не работают Контроль, не контроль, это показатель социальной способности человека Ну, опять же, духовный возраст, здоровье социальное и так далее Написано, что диаконы, епископы, это люди, которые успешно управляют домом своим Это очень легко работает Я смотрю, что люди, которые, допустим, могут сделать бизнес У них в голове какой-то такой дарчик, моторчик там есть Они знают, как, с чем сложить, чтобы получилась прибыль Они, когда приходят с этими способностями и пониманием жизни в служении Они точно так же начинают его формировать, чтобы оно приносило прибыль У них заточка на то, чтобы сделать все так, чтобы приносило прибыль То есть они свое ощущение жизни переносят на служение Если у человека ощущение жизни, что ему не надо работать А потом он, непонятно за какой счет он живет А потом он, не уважая время людей, начинает их гонять на служение Я вот с одним лидером разговариваю, говорю, ты понимаешь, что ты не имеешь семьи У тебя нету никаких забот Как ты можешь остуждать всех людей, что они ленивы, что они... Давай, говорю, составим расписание твоей паства Я попросила одного лидера раскрыть календарь-план и вписать... Когда он это сделал, он каялся сидел У него нету личного ощущения занятости жизни Он не может по себе других равнять Или женщина на пенсии очень много лет не работала Ну короче, так сложилась у них жизнь Весело, что они не работают в семье Она все время ругала молодежь Ну постоянно Ну кто самые плохие, это молодежь у нас Я уже один раз так посадила, говорю, послушайте Вы никуда не спешите У вас дети дома не плачут Вы ничем не озадачены Вы в голову приходило, как эти дети Или там эти молодые люди Бегут на работу При том, что у них или новые семьи, молодые Они при этом участвуют в трех служениях И все время вы чем-то недовольны Почему эти прославители Что они не могут купить воду на служение Они что ее не пьют Я говорю, а вы что А почему вы не можете прославлять Вместо них пусть они делают свою работу Вы сделаете свою работу И мне нужно было регулировать Я хочу сказать о том, что люди склонны мерять по себе Если они социально больны Если у них проблема даже в той же сфере, как деньги У меня, мне кажется Это может очень по-серьезному отпечатываться На их лидерстве и служении пастве Потому что пастыря не пасут людей Ну, представьте себе пастуха Который не соображает Что овец нужно пастричь и вовремя покормить Я бы такому пастуху своих овечек не доверила Потому что он их покалечит Он их не приведет в здраве Поэтому, честно говоря, нормальненький вопрос Как Борис Саучи где-то пошутил Говорит, у нас, говорит, очень такая, говорит, странная ситуация Особенно для бывших реабилитантов Говорит, это отношение к работе Говорит, у них стиль жизни А вдруг война, а я устал Вдруг война, а мне надо Война, а я устал Не работает Семьи заводить хотят, работать нет Это же не я создавала Поговорили Потом вас могут попросить составить бюджет Для проверки вашего смирения Вам могут поручить нечто такое Что вам не очень нравится И понаблюдать при этом за вашей реакцией Если ваше обучение проходит Лишь только в познавательной сфере Вы станете опасным для вашей паства Если вы занимаетесь только теорией И не будете выполнять практических поручений Вы станете опасным для паства Это начинается с первых страниц пособия Когда человека готовят к служению лидера И говорят, что парень, то, что мы собираемся тебе дать Или там девочка, что мы собираемся Это очень серьезно Это не шар Это не то, что валяется под ногами Мы собираемся тебе доверить людей И ты должен соответствовать этому доверию В каком году эти книги создавались, я не знаю Но когда я здесь встретила Что в одном из выездных тренингов Нужно провести тест по методу DISC DICK А потом через 6 месяцев еще раз проведите И вы, говорит, обратите внимание На то, что ваши показатели поменялись Я думаю, если они это использовали Когда, представляете, да И это работали таким образом Для лидеров Для стажеров Ячеек их Так что, ну Здесь очень классные вещи Вот Но то, что мы таки, да, используем Мы используем пособия Мы тоже вот уже для нас распечатывали Обложки, безусловно, меняются У нас есть вот таких два тренинга Ну, вы можете полистать Оно, конечно, ничего там сейчас не даст Два тренинга Это выездные тренинги Несколько дней они проходят Но мы их делаем выездными Чтобы людям легче было воспринимать И на этих тренингах Вначале мы учим достигать свое ближайшее окружение Когда с этим полем С этой нивой, которая была сделана работа Когда сделали все, что возможно было Люди переходят ко второму уровню И начинают строить мосты К более дальнему окружению И к дальним от Бога людям Это более трудоемкий процесс Более длительный процесс Но всему этому народ обучается И то, что очень важно Опять же, через этот метод И покажу вам еще завтра другой Вся община Это тоже очень важно Вся община проводится Через один метод Формы донесения Евангелия Это не значит, что все обязаны Его использовать Но точно, что все Научаются одной форме Для чего? Для того, что хотя бы сверить Что мы верим одинаково В какие-то понимания О том, как спасается человек Хотя бы поэтому И с каждым годом Эта форма Евангелия Или эта проповедь Евангелия Она как бы идет с каждым годом глубже Вначале ее изучают Просто там в течение 15 минут Вот есть Бог Вот есть человек Вот есть падение Вот тут грех Вот тут крест Тын-дын-дын-дын За 15 минут можно рассказать В следующий год Это же повествование Углубляется в писание В более сложные формы В следующий год В еще более сложные формы Уже там на уровень сатериологии Вообще Ну, как по мне Я люблю эти вещи Как по мне Это серьезное богословие Сразу оно не дается Но То есть не то, что люди каждый год Одно и то же зазубривают Они как бы в эту Суть Евангелия Евангелия углубляется Очень-очень далеко Как знаете Это какая-то бесконечность Например, только Само слово Вот это Что мы перешли Из жизни в смерть Как вы перешли Из жизни в смерть Извините Да, да Аминь Как вы перешли Из смерти в жизнь Как этот переход Осуществился Это аллегория Или это буквально Можете ли вы Это объяснить Простому неверующему Человеку Да И Ну на самом деле Вообще Наука о спасении души Это далеко Не то, что мне рассказывал Тут дедушка с фингалом Вот Который любил Очень рассказать Евангелие Это вообще Понимание Вообще Механизма Рождения души В небе Это понимание Как человек Соединяется С Богом Это Очень глубокие вещи Но с чего-то Они стартуют Все это О чем я вам рассказываю И другое Оно как бы Вмонтировано В работу Домашний групп И еще задали мне вопрос Я на него так вот Отвечу наперед Да Что предполагаю Что он может быть И у вас Мне задали вопрос Если домашние группы Являются Одним из проектов Общины Ну и там Вопрос последовал Я думаю Что это Очень сложно Если домашние группы Являются Одним из проектов Домашние группы Как вирус Должны Раствориться В общине И не являться Взаимоисключающими Проектами Вот Они только Помогают Происходить Всем проектам Это Слаженная Работа Всех Органов Когда органы Работают Неслаженные Что Нам в больницу Кладут Когда у нас Работают проекты Не договариваясь Друг другом У нас тело Больное Из-за того Как оно функционирует Что-то куда-то Явно не доходит И не допоступает Поэтому Если Община Двигается В евангелизме Предположим Делается проект Вот у вас Чудесный фестиваль Недавно был Да Вот Допустим Смотрите Как может Произойти Может у вас Произошел проект И у вас Есть списки людей И вот и все И в списке И до свидания Там Вот получили списки И мы не знаем Что с ними делать Или делаем Как Как соображаем Так и делаем Как получилось Так и делаем А если у вас Запущена работа Наставничество Лидер понимает Работу посещений Идут тренировки С людьми Как они позвонят Что они скажут И делают Это не один человек А каждая домашка Взяла Распределила Город Регионально По районам Подвязали Под каждого Человека Район Лидер Отслеживает Количество Посещений В неделю Домашка Ставит Перед собой Цель Мы берем 30 человек И собираемся С ними за месяц Проработать Это все Можно подсчитать Сделать И проследить Прогресс То есть Фестиваль сработал Списки пришли Домашние группы Подключились Это работает Синергично Вместе Не мешая Друг другу Потому что Достигается Одна Общая Цель Но чтобы Структура Заработала Она Вот мы же Хотим все Все очень Облегчить Я вот тут Расстрою Вас Вот Google Все знают Что такое Google Волшебник Да Все знают Что это такое Он работает Для любого Человека Легко Сейчас уже Даже на кнопочки Нажимать не нужно В микрофон Сказал Все пришло Нужно быть Просто Чтоб не знать Как им пользоваться Скажите пожалуйста Легкая ли Это система Google Чтобы нам Легко Так было Ею пользоваться Вы себе Представляете Какие гении Там ее создавали Чтоб нам нужно было Только что-то сказать В микрофончик Система для того Чтоб она была Легкой В употреблении И удобной Для людей Кто-то там Должен стоять Наверху И все эти Понимать Этот Как мастер Как специалист Понимать Этот глубокий Механизм Управлять им Отслеживать его Ремонтировать его Поэтому Компетентности Лидерам Расти Необходимо Для управления Такой системой Постоянно В общем Это то время Когда манна Уже не сыпется Это то время Когда вошли В землю Обетованную Должны Поднимать Свои навыки И Компетентность Чтобы управлять Сложным Механизмом Для того Чтобы Когда он Доходит До людей Он был Гениально Простым Я Не верю В то Что Лидерами Могут быть Прямо Все Домашние Группы Все Пройти По Карьерной Лестнице Я В это Не верю Хотя Потому Что Управление Системой Домашний Групп Это Управление Корпорацией Если Хотите Это Нужно Иметь Определенный Дар Вот Это Не могут Сделать Все Это Неправда Не надо Мучить Людей Говорить Что Они Все Могут А Когда У них Не Получается То Кто-то В этом Они Виноваты Нет Просто Одни Люди Должны Послушно Делать Прописанные Скажем Какие-то Инструкции Другие Люди Должны Следиться Тем Что Все Было Вовремя На Месте Приносить Жизнь Структуру Обеспечение Структуру Если Люди Устали Те Люди Наверху Следящие За Структурой Должны Понять Что Вот Это Я Повторяю Эту Шутку Что Для Того Чтобы Лошадь Бежала Быстрее Ее Убивать Не Надо Отдохнуть Накормить Ее Надо Полечить Надо Обеспечить Надо Вложить В служителя Чтобы Работать Дальше И Этим Занимаются Старшие Лидеры Они Должны Быть Специалистами В Этой Области То есть Такое Время Что Давай Доверься Господу Давай Помолимся Проснешься Специалистам Но Неправда Неправда Нужно Книг Начитаться Не знаю Сколько Быть Самообучаемым Человеком Читать Все Время По Руководству Какую-то Литературу У нейбора Обязательства Пока Стажер Я уже буду Заканчивать Пока Стажер Проходит Эту Книжечку Он Обязуется Две Прочитывать По Несколько Глав В Неделю И Одна Из них Знаете Какая Гордон По-моему Упорядочить Свой Внутренний Мир Служение Стажера Начинается С Приведения Порядка Макдональд Говард Да Говард Макдональд Упорядочить Упорядочить Свой Внутренний Мир Наведи Порядок В своей Жизни Если Ты Не Если Я Тебя Призываю Быть Лидером И Хочу Чтобы Ты Навел Порядок В Своей Душе Так Что Давайте Упорядочить Упорядочить Упорядочить